Ваше превосходительство, искренне приветствую вас и членов суданской делегации в Беларуси. Мы с большим уважением относимся к вашему государству. Хартум – это надежный партнер, которому мы доверяем. У нас нет абсолютно никаких разногласий в политической сфере и закрытых для обсуждения тем. Между двумя странами динамично развиваются дружественные и взаимовыгодные отношения. Свидетельством тому явился наш разговор сегодня в узком составе. Во время моего визита в Хартум мы выработали определенный план действий. И хочу отметить, что в выполнении этого плана есть определенные результаты. С целью улучшения взаимных расчетов в торговле мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории. Ваши недра очень богаты этим металлом. И я вам благодарен. Вы сегодня приняли о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота. Мы, конечно же, заинтересованы в поставках нашей продукции на ваш рынок. Но это не главное. Мы достигли соглашения о создании у вас сборочных предприятий и сельскохозяйственных комплексов полного цикла. В этом плане мы в ближайшее время создадим в Судане машиностроительный центр, где будет осуществляться сборка и тракторов, и автомобилей, и строительной техники. Также мы создадим у вас молочно-товарные комплексы и теплицы закрытого типа по возделыванию овощей и рассады в закрытом грунте. Мы готовы оказать вашим гражданам высокотехнологичную медицинскую помощь по всем направлениям, которые вас будут интересовать, начиная от нейрохирургии и заканчивая трансплантологией, кардиологией, онкологией и так далее. У нас есть хорошие специалисты, которые смогут научить ваших специалистов этим высокотехнологичным операциям. Мы готовы также подготовить ваших специалистов для работы на той технике, которую мы будем производить на территории Судана. Как автомобильная техника, тракторы, погрузчики, строительная техника. Мы готовы к этому и думаю, что для Судана это наиважнейший вопрос – подготовка специалистов. На месте в этих центрах мы будем у вас в Судане обучать ваших граждан. Мы готовы также сотрудничать с вами в гуманитарной сфере, в развитии образования, науки, культуры, спорта, по всем направлениям. И здесь очень важно нам работать вместе над реализацией гуманитарных проектов. Только что, господин президент, вы приняли судьбоносное решение об отмене налога на произведенную технику для того совместного предприятия, которое будет работать в Хартуме. Это повысит конкурентоспособность нашей совместной техники и я думаю, что мы сможем торговать этой техникой не только в Судане и как мы только что договорились в Южном Судане, но и во всей Африке. Очень важно, господин президент, что в вашей представительной сегодня государственной делегации присутствуют банковские специалисты, руководитель Центрального банка. И вы только что мне сказали о том, что мы близки к заключению соответствующих соглашений, чтобы мы могли более эффективно сотрудничать и чтобы взаиморасчеты не были препятствием в нашем сотрудничестве. Господин президент, думаю, вы согласитесь со мной, что нам нужно двигаться вперед и продолжать выполнение договоренностей, достигнутых в Хартуме. Я хочу поблагодарить вас за личную поддержку совместных инициатив и проектов. Мы готовы к открытому диалогу, обсуждению актуальных вопросов сотрудничества в интересах наших народов и наших государств.